Подведение итогов муниципальных выборов, прошедших в Щелковском районе в единый день голосования, обсудили на втором этапе районной партийной конференции «Единой России». Мероприятие прошло в районном культурном комплексе. В партийной конференции приняли участие более 160 делегатов и гостей. Прежде всего мы подведем итоги выборной кампании 10 сентября, которая проходила по довыборам Совета депутатов городских и сельских поселений, по выборам главы городского поселения Мунина, ну и практически выборам Совета депутатов городского поселения Загорянский. Кроме этого, сегодня конференция будет определять кандидатуры, которые мы будем рекомендовать для того, чтобы избрать на главу городского поселения Загорянский, который будет исполнять функции председателя Совета депутатов городского поселения Загорянский, руководителя фракции городского поселения Загорянский. Это основные вопросы, кроме этого, это приемы в члены партии, конечно, наши торжественные муниципальные. Приветственным словом мероприятие открыла председатель районного совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева. Ею был представлен доклад по итогам единого дня голосования. Так, из 21 мандата кандидаты от партии получили 15. Надежда Владимировна отметила, что результаты выборов свидетельствуют о том, что ежедневная партийная деятельность не остается незамеченной. Избиратели оказывают доверие партии. Сегодня мы уже доказали, что работаем в интересах района, интересах граждан, а значит в интересах успешного будущего нашей страны. Мы имеем численное преимущество. Фракции «Единая Россия» активно участвовали в разработке и принятии важнейших областных законов, выступала законодательной инициативой по наиболее актуальному вопросу регионального развития, осуществляла партийный контроль за реализацией приоритетов национальных проектов и программ. В ходе конференции были поставлены задачи дальнейшей реализации предвыборных программ. Также глава Щелковского района, член регионального полицовета Алексей Валов особо подчеркнул, что главная цель – улучшение благосостояния жизни людей. Я с удовольствием поздравляю нас всех, уважаемые коллеги, в нашей партии «Единая Россия» с победой на выбор. Это особенно ценно, очень-то сложная в отличие отстановки в Челковском районе. Она была очень сложной, сейчас, как мы говорим, словно, все еще сохраняется, дробление на элите, преследуя свои местечковые узкие интересы. Они ради достижения собственных целей вносят раздражающие люди, умысливые зажители и, соответственно, в наши планы, общие планы, которые мы формируем и в партии, и, соответственно, в бюджете. Поэтому так важно консолидация здоровых сил, мобилизация позитивного начала, работоспособных людей, готовых трудиться, ради щелкаться, ради общего блага, а не в собственных корыстных интересах. Далее тайным голосованием была определена кандидатура на пост главы городского поселения Загорянский, по результатам которого из представленных трех кандидатов был выбран депутат от «Единой России» Валентин Железняк. Также определили нового члена полицовета, изменения к которым произошли после того, как Наталья Суминова приняла решение покинуть его состав. Так, в ходе конференции в полицовет был введен заместитель главы районной администрации, член партии Юрий Родионов. Была я избрана в полицовет как глава, как депутат. Сейчас я не занимаю эти должности. Я вернулась в свою родную школу, именно то место, откуда я уходила в политику, так скажем, на Загорянке. И я так думаю, что пусть работают молодые, энергичные. Я, естественно, никуда уходить не собираюсь от работы по линии партии «Единая Россия». Я остаюсь и секретарем первички, я и буду координировать работу и взаимодействовать со всеми организациями, которые есть у нас на Загорянке. В ходе конференции обсудили цели и задачи, стоящие перед местным отделением «Единой России» и депутатским корпусом. В конце мероприятия Надежда Суровцева вручила 8 партийных билетов новым членам партии.